Мы берем интервью у судей категории FIFA, уроженца Ростова-на-Дону Сергея Иванова. Сергей, вы отсудили порядка 5-6 игр в студенческом чемпионате России. Как вам в целом уровень NSFL? Уровень очень хороший, и мне кажется, он растет с каждым годом. Самое главное, что я был еще года 4 назад на первых турнирах, и уровень нереальный. Сейчас каждая команда и каждая игра очень интересная. И это интересно в плане судейства и в плане, может быть, дальнейшего обучения. Если молодые ребята именно с профессиональной лиги будут судить эти соревнования, я думаю, это большой плацдарм для дальнейшего развития. Как вам организация данного турнира? Что вам нравится? Мне нравится все, особенно молодые люди на трибунах, когда все болеют. Для этого, наверное, и создавалась лига. Интересно, особенно, когда, допустим, в Ростове играют ростовские команды, и болельщики на трибунах, а студенты, наверное, поддерживают, как никто, свои команды. Ну, мы говорили о плюсах, да, а теперь немножко, может быть, о минусах. Что бы вы хотели изменить в организации? Я не знаю всех нюансов организации. Если сравнить, например, те мероприятия, которые вы судили, да, и студенческий чемпионат, что бы мы хотели поменять? Мне кажется, студенческий чемпионат, вот то, что я сейчас вижу, очень близко уже ко второй лиге, к ПФЛ в плане организации, потому что все качественно. Опять же, хотелось бы отметить, это не минус, это плюс. Иногда это минус для судей, но количество камер и то, что повторы могут появляться, то, что мы можем обсудить какие-то моменты, это все здорово. То есть, ну, из явных минусов, только когда бывает ошибка, и камера это показывает, только я. Ну, и немножечко о судействе. Что тяжелее судить, на ваш взгляд, НСФЛ или РПЛ? Ну, каждая по-своему. Скажу НСФЛ, РПЛ обидится. Скажу РПЛ, вот, вы обидитесь. Нет, ну, каждая по-своему. Здесь просто более сумбурный футбол, и моментов возникает гораздо больше. Вы уже на протяжении четырех, наверное, сезонов, да, судите НСФЛ. Можете ли сравнить эти сезоны между собой? Да, это самый лучший сезон. Почему? Потому что я отсудил две игры, а не одну. Как вы думаете, стоит ли в дальнейшем привлекать судей высокой категории именно для работы в студенческом чемпионате в НСФЛ? Или, как вы сказали, что НСФЛ является плацдармом для обучения уже юных арбитров? Ну, понятно, что это не мне решать, а может решать департамент судейства и инспектирования. Вот, но если, допустим, не будет официально проводиться какие-то там сборы или подготовка на базе вот этих соревнований, то я бы, например, в Ростове очень хотел бы закрывать эти... Ростов, у нас есть юг Грозный, вот, закрывать эти соревнования своими судьями и на базе вот этих игр проводить обучение. Почему? Потому что для хорошего обучения все есть. У нас есть хорошие команды здесь, у нас есть хороший футбол, хорошее поле, а самое главное, хорошее видео есть. Поэтому для нас это, ну, очень большой плацдарм для дальнейшего именно подготовки начинающих арбитров. А если какие-то ключевые игры, мы всегда с удовольствием в своих городах обслуживаем их. Ну и давайте в конце такого краткого нашего интервью, что бы вы могли пожелать командам НСФЛ и молодым судьям, которые в дальнейшем будут судить студенческий чемпионат? Я могу пожелать только, чтобы никто не останавливался. И организация, чтобы не останавливалась, и ребята молодые, чтобы не останавливались. Чтобы из молодых ребят, которые выходят на поле, получились профессиональные футболисты. Пусть они дорастут до самого высокого уровня, до премьер-лиги, до сборной. Арбитры, которые начинают, я хочу пожелать, чтобы они дошли тоже до премьер-лиги, а может быть до игр FIFA. А лиге хочу пожелать, чтобы она стала лучшей лигой студенческого футбола в мире. Ну, тут поговорили, что да, студенты, футболисты, да, дорасти до РПЛ, для ФНЛ. Но ведь не секрет, уже не первый год, с самого первого сезона многие игроки, то же самое, опять же, Селихов, да, которые заиграли в РПЛ. Как вы думаете, а судьи сами могли бы повысить свою категорию за счет студенческого чемпионата? Сто процентов, я же об этом и говорю. Я, например, завтра буду обслуживать игру ЦСКА УФА на Кубок России. И это хорошая подготовка к игре. Я сегодня отсудил. Я бы не сказал, что размялся, потому что уровень хороший. Пришлось побегать, я сегодня пробежал 10 километров. Но это нормальная, хорошая разминка для завтрашней игры. Спасибо.